Сергей Вячеславович, мы хорошо знакомы с Вашей деятельностью как ученого и писателя. И еще у Вас есть интереснейшие направления, как исследователи, исследователи всего, что связано с влиянием на человеческий мозг и, соответственно, на жизнь человека. У меня есть друг, я недавно его спросила, это хороший очень музыкант, большой профессионал, талантливый мастер, я у него недавно спросила, слушаешь ли ты музыку для своего удовольствия? Просто музыку. Он задумался, посмеялся и говорит, Юль, ты знаешь, наверное, уже нет. Наверное, я уже все равно препарирую, анализирую, делаю выводы. У него спектр его профессиональных интересов – это только музыка, а у Вас он гораздо шире. Вот в жизни как получается? Вы тоже на все смотрите, препарируя и анализируя? Или в каких-то областях, например, в питье благородных напитков Вы находите какой-то компромисс для себя как профессионала? Ну, вопрос очень занимательный, поскольку мне интересно, кроме исследований, еще и все проявления жизни, потому что один из аспектов, которым я занимаюсь, это эволюция человечества. Ну, а поскольку эволюция человечества без C2H5OH вообще была бы невозможна, я думаю, в значительной степени, а сейчас идет особенно интенсивно, ну, вот, конечно, я могу абстрагироваться до уровня обыкновенной человеческой жизни, простых удовольствий, поскольку я исследую только тогда, когда процесс выходит за рамки некого стандарта. А когда он в рамках стандарта, что там исследовать? Надо наслаждаться жизнью, хорошей выпивкой, хорошей компанией, хорошей едой, поэтому я легко абстрагируюсь, и я не являюсь таким самодвиживающимся препаратором, который все время вскрывает окружающее для того, чтобы делать какие-то научные выводы. Нет, это, как всегда, в том числе и научные комплексы, которых надо избегать, они отравляют жизнь. Ты не можешь на них смотреть уже, на окружающую жизнь, более-менее разумно, поскольку ты в ней не участвуешь, а чувствуешь себя препаратом. Некоторыми особенно говорят, мы там изучаем жизнь. Врать надо тоже уметь. Я, например, так сказать не могу. Нет, я просто получаю удовольствие от жизни, мне кажется, этого достаточно. Ну, а хорошо, а когда в вашу жизнь, скажем так, осознанно пришло отношение к виске, к коньяку? Я знаю, что вы поклонник, в том числе и коньяка. Я люблю виски, коньяк, вино и шампанское, и всякое. Или вообще хорошего мало просто на этой планете. Проблема-то в чем? Проблема не в том, чтобы напиться. Это сделать легко и непринужденно. Некоторые вообще обходятся, как известно, без алкоголя и без всяких вредных веществ, поскольку наш мозг так устроен, что даже самые отпетые трезвенники на самом деле хронические алкаши. Потому что они, когда получают первую порцию пищи, независимо от того, что едят. Даже если они питаются одной морковкой или занимаются сыроедением, все равно, уважаемые господа, оказываются в дурацком положении, потому что первая порция пищи, чтобы сообщить мозгу о том, что вы поели, она превращается в две вещи. Это алкоголь и сахар. Поэтому независимо просто более длинный ферментативный ряд. Поэтому все люди, первая реакция на пищу, это небольшое количество алкоголя. Причем очень немалое. В течение 40 минут, например, не конечно такой прекрасный виски, как сейчас у меня в стаканчике на лед. Она намного более простая вещь, просто алкоголь. Он появляется в пропорции примерно такой. Если человек не ел 12 часов, вообще ничего, то у него сам организм в течение 40 минут после начала приема пищи формирует примерно объем алкоголя. Это его масса, значит, тело, деленное напополам в миллилитрах спирта. Так что средненькая девушка, борец за здоровый образ жизни, поев плотненько после тренировки, примерно получает там своим 50 килограммам 25 миллилитров чистого алкоголя. И получает наслаждение. То есть это практически соточка крепкого виски. И при этом получает удовольствие от пищи. На самом деле это, в первую очередь, сахар, алкоголь. Сахар, поскольку питание мозга, алкоголь, сообщение о том, что пища настоящая. Это потом при метаболизме уже сахаров. Там появляется АТФ, 1-зентрифосфанная кислота и прочие всякие дополнительные вещи. Ну, например, глютамат, который говорит о том, что вы поели, поели хорошо. То есть поэтому алкоголь у нас – это природный источник наслаждения, на самом деле, пищи той же самой. И отказываться от него, когда там говорят, нет, мы никогда на свете, там вот мы-то трезвость норма. Конечно, трезвость норма. Значит, вы просто, у вас достаточно вырабатывается алкоголь на пищу. Но это ничего не значит, поскольку вот доза физиологическая человеческая как раз равна вот этому объему. Масса тела пополам в миллилитрах спирта – это та доза, которую человек получает ежедневно просто из пищи. А это значит, что она метаболически не агрессивна. То есть организм с ней легко справляется. И главный фермент, который, собственно, катаболизирует, то есть разрушает алкоголь, алкоголь до гидрогеназа, он отработан примерно к этому объему. Но здесь надо сказать, сделать некоторое уточнение. Существует градация. Дело в том, что не у всех народов много сброженных фруктов в еде, много, так сказать, кислых продуктов, которые связаны так или иначе с формированием алкоголя. И поэтому, например, у северных народов этого фермента, алкоголь до гидрогеназа, очень мало. И они быстро поэтому при попадании крепких алкоголя спиваются. А южные народы более устойчивы не из-за того, что они какие-то особые, а из-за того, что в их организме алкоголь до гидрогеназа это вынужденно появившийся в эволюции фермент, который нужен для расщепления природного алкоголя. Это нормально. Но а процентное отношение вот этого количества своего алкоголя, оно с возрастом меняется или оно остаётся таким же? Нет, обычно слабо меняется. Слабо меняется. И говорят, мол, алкоголь перестаёт расщепляться. Нет, это неправда. Всё происходит точно так же. Наоборот, был знаменитый украинский, кстати говоря, что занимательно, специалист по продлению жизни. Такой академик, который написал в своё время книжку «Продление жизни». Богомолец. Теперь его именем, по-моему, назван какой-то институт в Киеве. И он просто писал, что вино – это молоко стариков вообще-то. Нам много всяких хороших советов для омоложения. В смысле, молодых девиз подкладывать старикам. Я всячески одобряю такие рекомендации. Но это он в качестве истории. Нет, он… Кончается книжка блестящая. В 1937 году книжка вышла такая небольшая. И кончается, что всё это хорошо для продления жизни, и вино, и правильный образ жизни. Но самое главное в 1937 году – это живительные лучи Сталинской Конституции. Скольких они оживили, это известно. То есть, очень занятный был человек. Так вот, значит, не отходя от советов богомольца, мы продолжим про алкоголь. Тем более, что я нахожусь в прекрасном месте. Это замечательное место. Это Леонтьевский дом 8. Виски Румс. Где, собственно говоря, меня и угощают прекрасным напитком, ещё чаем поют. Так что задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу. Потому что алкоголь – это такая же часть нашей жизни, абсолютно такая же, как и всё остальное. Что бы мы ни говорили, что бы мы ни думали, к сожалению, вырабатывается много. На этом в горбачёвские времена очень много народу попалось. Люди долго не ели, потом садились за руль, попадали в аварию. А помните, тогда маниакально ставили эти лаборатории вдоль дорог. После аварии брали кровь, и много людей просто, так сказать, сошло, ушло из жизни из-за этого. У них оказывался алкоголь, хотя ничего не пили. Это просто после приёма пищи. И отсюда ещё вот эта страшно лживая и страшно воровская система, по-другому её назвать нельзя, потому что это повод просто обворовывать автолюбителей о том, что промиллей должно быть ноль. Вот я бы хотел, чтобы этот замечательный человек, который это придумал, просто сел напротив меня через 12 часов голодания, поел, чтобы у него из крови взяли кровь на алкоголь. Я посмотрю, сколько у него будет. Сколько алкоголь держится? Так вот, именно вот эти, не алкоголь держится, вот эти промилли появляются после приёма пищи. И как долго держится? И довольно долго держится, это порядка полутора часов. То есть, если ты попал неудачно вот в эту историю, то есть это всё исключительно чиновничьи фокусы для того, чтобы отбирать деньги у населения. Больше ничего я в этом не вижу. Мне хотелось бы изобретателей этого закона посадить напротив себя, чтобы у него взяли кровь, и ему дали столько, сколько положено за безобразие у него в крови. Вот это у меня острое желание. Я знаю, кто это. Ну ладно, давайте. Ну вот, вы же знаете, что есть люди, зависимые от пищи. Может быть, они не осознанно таким образом зависимы от алкоголя, который вырабатывается у них после пищи? Да в том числе это очень часто бывает. Вы же знаете, что люди, которые очень нервничают, очень часто начинают есть. Интенсивно. Им нужен, по сути, алкоголь. Да, им один из компонентов, им нужно растянуть желудок, занять организм, чтобы было отвлекающее возбуждение периферической нервной системы. Потому что у нас в кишечнике нервная система столько же, сколько в голове. То есть у нас на самом деле нервная система, если вытряхнуть из кишечника, в чистом виде взвесить, то окажется, что она примерно такая же, как головной мозг. Если вы это отвлекаете, у вас снижается общая напряженность. Ну и плюс алкоголь в мозг непосредственно. Да, конечно. Именно в этом причина такого вот лихорадочного поедания всякой еды, когда человек очень активно нервничает. Это тоже защитная реакция. К сожалению, да, это так. Да, хорошо. Значит, если говорить о том, что в каком состоянии находится человек, то да, конечно. Ну, говорят, что сытый брюхо к науке глух, такой пример, среди студентов. Да, действительно, наевшийся человек, получивший порцию в том числе алкоголя после метаболического усвоения пищи, да еще и сахара, конечно, он работать ничего не хочет. Не работать, не шустрить, не думать, мозгами не думать. Потому что там кроме алкоголя еще много чего вырабатывается с того, что гасит нашу активность нервную. Потому что все дела, биологический процесс закончен, ты все дела переделал. У нас в возбуждении биологическое размножение, еда и доминантность. Все. Если ты поел как следует плотно, то, конечно, уже больше ничего не хочется, кроме как накопить энергию, то есть лечь, отдохнуть, и голова плохо варит. Да, совершенно верно. Человек теряет свою шустрость. Ну и получается, что если человек выпил, а потом закусил, он в любом случае уже превысил свою дозу физиологически ему положенную? Да, конечно. Он превысил. И вопрос, насколько превышать. Двухкратное, как правило, это вообще ничего, никаких последствий. А вот большее, это уже другое. Вопрос регулярности. Потому что если человек регулярно, многократно превышает физиологическую дозу, о которой мы говорили, то это очень может быть печально. То есть не надо там пугать с розом печени. Как известно, проблемы гепатита возникают у непьющих женщин намного чаще, чем у пьющих мужчин. Так что мужики пьют, а женщины болеют. Вполне справедливо. Хотя, это к вопросу о том, это шутки, конечно, хотя это чистая правда. Но шуточка в том, что говорит о том, что не надо вешать всех собак на алкоголь. Просто речь идёт о совершенно других вещах, которые должны быть тщательно исследованы, и не только на потребу полоумным чиновникам. Вот о чём речь. Хорошо, тогда сколько и что из алкогольного полезно и нужно пить? Здесь вопрос такой, для чего. Значит, если пьют люди для того, чтобы хмельно было, то тут, как говорится, годится всё, что угодно. А вот для того, чтобы получать удовольствие, это уже другая эпоха. В том числе, есть и вредные напитки для получения удовольствия. Тот же абсент, который погубил огромное количество художников, сделав их психопатами в начале 20 века. Не очень полезный напиток. То есть, перегонка полыни, полынные настойки хорошему не приводит. Поэтому надо, конечно, дифференцировать. И у нас дифференцировать нужно как? Самое главное – это, чтобы не было использовано токсичные спирты. И в этом отношении, собственно говоря, за что действительно Николая II надо было строго наказать, это за введение ректификации спиртов. Это катастрофа для страны. Не вёл бы он это в 1895 году, не потребовалось Бехтереву потом массово лечить генералов от алкоголизма. Почему? Потому что ректифицированный спирт – это химический продукт, химическая очистка. Но логика была простая. Придумали ректификационные колонны, непрерывная перегонка. То есть, когда спирт химически разделялся, и гони его из чего хочешь. Хочешь из картошки, хочешь из тухлых фиников. Что и делали в советской власти, я это видел собственными глазами. Делай из чего хочешь, всё будет хорошо. И поскольку это химический продукт, он, самое главное, что он не сцеплен с ароматическим молекулам. До 1895 года в России водка производилась методом дистилляции. И были знаменитые откупные заводы, ну типа Келлера, там они выпускали не только водку, много чего ещё. Это всё было ликвидировано на потребу ректификации. И вот всё, что делают из ректифицированного спирта, это на самом деле не питьевой алкоголь. То есть, из этого можно делать медицинский алкоголь для медицинских целей, для протирки оптических осей и прочие всякие глупости. Но употреблять его вовнутрь нельзя. У нас сейчас почти все заводы производят именно ректификат. Поэтому из крепких напитков очень мало чего остаётся. Из водок это только полугар, это известное, которое производится по стандартной технологии нашими же производителями. А остальное это коньяки и виски. Потому что до 1895 года водка производилась так же, как и виски, методом дистилляции. Смысл всего, в том числе и виски, в том, чтобы с молекулой спирта было сцеплено большое количество ароматических соединений, которые дают тот самый вкус, привкус, запах. Это раз. То есть при дистилляции для крепкого алкоголя обязательно ректификация категорически неприемлема, поскольку она разрушает организм. Второй тезис. Любой алкоголь должен быть не только перегнан, но и выдержан. То есть вот эта вся выдержка в бочках, это не пижонство каких-то авантюристов и распальцованная аристократия, а речь идет о том, что в момент выдерживания он производит экстракцию из бочек. В том числе бочки должны меняться по определенному закону. Почему? Потому что у алкоголя, у любого, есть одна особенность. Он, когда попадает в организм человека, он увеличивает отток через почки большого количества электролитов, которые необходимы в том числе для нашего головного мозга. То есть когда у нас электролиты в избытке, тогда сигнал очень хорошо по нейронам проходит, потому что нейрон передает свой сигнал по своей поверхности. То есть по мембране. Мембран должна быть в соответствующей электролитной среде, которая достигается там специальными клетками. Но этот электролит надо откуда-то брать. И поэтому у нас датчик питьевого поведения, если так грубо говоря, электролитов и концентрация этих электролитов в воде находится внутри мозга. Не на языке, не на губах. Это наш мозг дурит нас, создавая иллюзию сухости и прочее. Он не знает, как эту обезьяну заставить пойти попить. И поэтому создается фантомное ощущение. А сам датчик находится внутри мозга. И в этом вся проблема. Потому что электролитный баланс очень важен именно для нервной системы. И поэтому выдержаны напитки чем хуже невыдержанных. Дело в том, что когда они стоят, они экстрагируют вот эти самые электролиты из разных бочек. Поэтому, выпив ректифицированный стакан ректифицированной водки, то есть спирта, разбавленного до 40 градусов, и выпив такой же стакан виски, выдержанного 12 лет, например, выяснится, что если померить электролиты, то водка выведет через почки огромное количество электролитов, и даже сердце может встать, просто может не проснуться утром. Что, кстати говоря, со стариками часто и бывает. Когда они злоупотребляют таким образом, и плохо закусывают. А если вы выпили какой-то выдержанный виски, который долгое время содержался в бочках, экстрагировал в себя эти электролиты, то тогда у вас электролитный баланс сохранится. И что произойдет? А у нас, когда электролитов не хватает, что происходит? У нас сначала сосуд, например, был вот такой, потом мы с вами напились, ввели алкоголь в организм, неважно какой, он расширился. Физиономия стала красная. Все хорошо. А если электролитов не хватает на утро, то сосуд сожмется больше, чем он был до этого. Что к чему приводит? Повышение артериального давления, инсульты, инфаркты и всякие нехорошие вещи. А если электролитов осталось столько же, он как был такой, так и остался. Расширился, а потом спался до того состояния, которого нужно. Поэтому выдержанные напитки нужны, с одной стороны, для поддержания электролитного баланса в организме, а во-вторых, для того, чтобы избегать вот таких неприятных последствий. Дело-то в том, что, конечно, я все это говорю о уровне физиологических доз, а не о том, что вы, значит, это полведра выпили виски. Конечно, будет нехорошо. То есть надо воздерживаться. К тому же вкус утрачивается. Ну и кроме того, мне кажется, да, теряешь просто свежесть восприятия, напитка. Ну, через 5-6 напитков, через 5-6 сортов, это предел. Даже опытный сомелье уже начинает путаться. А если 2-3, то это нормально. То есть это наши вкусовые сосочки, и то, если вы достаточно владеете технологией их освежения. Ну, известно же, что единственное достижение Николая Второго в области принятия алкоголя – это навык освежения вкусовых сосочков. Это он придумал коньячок под лимончик. Для чего? Для того, чтобы смыть вкус предыдущего напитка. Ну, тут он молодец, а вот с ректификацией не очень. Все-таки вернемся немножко еще к дистилляции и ректификации. Есть еще такое мнение, что масла, которые вырабатываются при дистилляции, потом выдержке, именно масла защищают клетки и позволяют экстрагировать только нужное и убирать ненужное вредное. Ну, это мистика. Во-первых, это достаточно плохо исследовано. То есть защищать можно, потому что если мы говорим про эфирные масла, которые там находятся, как они защищают? Они что, ложатся на клетку, их там, это как броня, что ли? Да чушь-то, конечно, собачья. Вопрос в другом. Вопрос в том, что молекулы спирта, сцепленные с большим количеством разных органических молекул, она не так легко пролетает в клетку. Она медленно, то есть надо отщепить сначала от одного хвоста, от другого там. Химия этого довольно хорошо известна. Но вот как происходит на самой клетке это, вот, ин виво, что называется, это исследовано очень плохо. И, кстати говоря, особенно и не исследуется. Субтитры создавал DimaTorzok